Всем добрый день! Сегодня из города Мюнстер. Вы знаете, что это один из моих любимых городов Германии. И чтобы и вам теперь здесь не заблудиться и ничего не пропустить, я составила свой топ 11. И начнем мы с вами, как всегда, с дворца. С дворца, который когда-то по заказу архиепископа построил Конрад Шлаун. Его имя, кстати, запоминайте. О нем сегодня буду вспоминать еще не раз. А почему мы начинаем именно здесь, на этом месте? Это удобно. По логистике, особенно если вы приехали на машине, на огромной парковке вы всегда найдете место. Это самая дешевая парковка в городе. Вы оставляете свой автомобиль и дальше отправляетесь по моему топ 11. Ну а первым пунктом, конечно же, будет сам дворец. Вы можете через стекло только заглянуть вовнутрь, потому что это действующее здание университета. Но сразу за зданием дворца находится ботанический сад, в котором может прогуляться любой и каждый. Итак, мы начинаем с дворца и дальше по пунктам. Почему я, Марина Бартель, сегодня рассказываю вам про Мюнстер? Да потому что я гид в этом регионе. Кёльн, вся Рейнландия, Дюссельдорф, Бонн, но и Мюнстер. Мюнстер – особенный для меня город, потому что я не просто вожу по нему экскурсию. В этом городе я прожила более четырех лет и люблю его всей душой. Вторым пунктом мы прогуляемся с вами по самой знаменитой улице города под названием Принципальмаркт. Начнем мы с церкви Юбервассеркирхи, которую вы видите за моей спиной. Церковь выглядит свежей, светлой, потому что ее восстанавливали, как и многое в городе. Но нужно сказать, что горожане в прошлом веке ее тоже не видели в первозданном виде, потому что многие церкви были разрушены еще анабаптистами в 16 веке, и внутреннее убранство церкви, к сожалению, до наших дней не дошло. Итак, пункт номер два Принципальмаркт, который рекомендую вам начать с церкви Юбервассеркирхи. Принципальмаркт опоясывает самую старую часть города. Это всегда была улица, где кипела торговля. Торгуют здесь по сей день. По сей день здесь огромное количество кафешек. Люди с удовольствием встречаются здесь. От Юбервассеркирхи гуляют до Кипенкерля, до Коробейника, и идут дальше по улице Принципальмаркт. По Принципальмаркту я рекомендую вам прогуляться целиком. От Юбервассеркирхи через Кипенкерля до Ламбертикирхи, главной городской церкви города, а затем и до городской ратуши. Обязательно для посещения здесь на Принципальмаркт, конечно же, городская ратуша. Ратуша не только красива архитектурна. Внутри ратуши находятся очень важные залы, в котором в 1648 году заключили очень важный для всей Европы договор. Тот самый Вестфальский мир договор по окончании 30-летней войны. А вот по дороге от пункта номер 3 к пункту номер 4 мы с вами пройдем через Рязань. Конечно же, мы все знаем, что Рязань находится не в Мюнстере, а в России. Но Рязань – это город по-братим Мюнстера, поэтому он изображен здесь, на этой пластине. Пункт номер 4 в моем хит-параде – это городской музей истории. Вот он, сразу рядышком. Музей открыли не так давно, но концепция его очень интересна. Это первое. И второе – вход в музей бесплатный, где в наше время вы видели бесплатные музеи. Ну и в-третьих, в Мюнстере очень часто идет дождь, поэтому, конечно же, хотя бы один музей нужно брать себе на заметку, чтобы в случае дождя спрятаться от непогоды. Рядом с музеем городской истории, по соседству, находится уже и пятый пункт. Хочу вам показать два здания, которые построил знаменитый в этой местности архитектор по имени Конрад Шлаун. Шлауна вы узнаете сразу. Как только заедете в Мюнстер, это, конечно же, и дворец, около которого мы с вами запарковались. Это, конечно, и городской дворец семьи Дрост и фон Фишеринг. За моей спиной это и церковь под названием Клейманскирхи. К ней мы сейчас с вами попадем. И я думаю, что вы без подсказки определили, что общего у всех этих зданий. Все они построены в одном стиле. Красный кирпич и белый песчаник – это отличительная особенность архитектора Конрада Шлауна. И Эрб Дростенхов, городской дворец, и Клейманскирхи находятся в досягаемости пару шагов друг от друга. От дворца нужно по диагонали пройти к соседнему зданию, и вы уже увидите эту великолепную церковь. Была она построена по заказу Клейманса Августа. Это был архиепископ Кёльна. Внутри очень богатое барочное убранство. Построена она была с дворцом примерно в одно время, с разницей в два года – середина XVIII века. Уже открыта. Пару шагов от церкви Клеменскирхи, и мы уже на следующем пункте. Пункт номер 6. Площадь, которая возникла на месте огромной неуютной парковки. Несколько лет назад площадь эту перестроили, сейчас здесь магазины, уютные кафе, даже новые квартиры и дом в доме построили, как, например, здесь, вот в этих современных зданиях. А еще здесь, на этой площади, я предлагаю сразу озвучить вам и мой седьмой пункт. Седьмым пунктом у меня будет для вас задание взять велосипед и, как любой житель Мюнстера, прокатиться по велосипедному автобану и почувствовать себя настоящим жителем Мюнстера. Где это можно сделать? В городе несколько мест для аренды велосипедов, и одно из них находится прямо здесь, на этой площади. Посмотрите, здесь можно взять велосипед на прокат на сутки или даже на целую неделю, вдруг вы приедете в Мюнстер на дольше. Либо, если у вас есть свой велосипед и вы хотите его уверенно запарковать, вы можете тоже сделать здесь, в этом же гараже. Посмотрите, здесь, в этой аренде, очень удобно брать велосипед, потому что, ну, во-первых, это сразу в центре города, и эта аренда велосипедов очень долго работает. Пунктом номер восемь я вам все-таки назову еще несколько музеев. Мюнстер – знатный город во многих отношениях, здесь очень красивая архитектура, город богатый, лощеный, красивый, здесь много мест для отдыха, к ним мы с вами еще доберемся. Но и музеев в Мюнстере хватает. О городском музее истории мы с вами уже говорили. Есть здесь и музей Пикассо, как раз у его дверей я и стою. А еще есть великолепный музей искусства Эльфау Эльф. Его я вам сейчас тоже покажу. Итак, еще один музей, который заслуживает вашего внимания, это, несомненно, музей Эльфау Эльф. В музее отличная коллекция как скульптур, так и художественных произведений. Я сижу, посмотрите, прямо в скульптуре знаменитого британского скульптора Генри Мура. Внутри вы найдете Герхарда Ричтера и не одну работу, и много еще чего интересного. Пункт номер девять не последний, но мы уже близимся с вами к концу. Это, конечно, главная достопримечательность Мюнстера. Вы уже знаете, что я люблю оставлять самое вкусное и интересное на конец. И вот почти в конце я рекомендую вам зайти в собор Мюнстериша, дом. Главный собор Мюнстера и самая старая церковь города. Внутри обязательно найдите астрономические часы 15 века. Они в рабочем состоянии. Это оригиналы 15 века. Похожие есть только в Страсбурге. И да, в Страсбурге они намного грандиознее, но зато в Мюнстере нет такой огромной очереди, как в Страсбурге. И вы сможете насладиться игрой этих интересных старинных часов. Правда, для этого вам нужно оказаться в соборе ровно в 12 часов. Мы уже достаточно побродили с вами по улицам города, сходили в несколько музеев. Ну а теперь самое время прогуляться по берегу знаменитого озера Мюнстера Азии. Это будет следующий пункт. Конечно, если вы захотите искупаться в этом озере, то ничего у вас не выйдет. Потому что купаться в нем нельзя. Но летом здесь можно взять на прокат катамаранды и просто прогуляться по его тенистым аллеям. А есть здесь и кафе, где можно взять мороженку или кофе. В общем, отдых все равно удастся. Итак, мы подошли с вами к последнему, 11-му пункту моего хит-парада. А почему, собственно, мы не закончили на Азии, спросите вы меня. И да, можно было бы поставить там точку. Но я считаю, нужно обязательно запланировать в Мюнстере еще один пункт. Это посещение бывшего порта. Сейчас здесь, в портовой гавани, располагаются кафешки, ресторанчики. Можно взять бокальчик вина и посидеть, и посмотреть на закат большого города. И вот так закончить этот прекрасный день. Прогулявшись по улицам города, заглянув в несколько музеев, к вечеру прийти сюда, в порт, взять бокальчик белого и насладиться закатом. Продолжение следует...